Для балансировки нам нужно абсолютно ровная поверхность, проверяем уровнем. Будет неровная поверхность, не отбалансируемся, снимем с винта все лишнее, работа уйдет до лампочки. Итак, поверхность ровная. Нам понадобится стакан с идеально ровными краями и ровным донышком. Проверяем, что стакан на ровной поверхности не болтается. Проверяем у стакана идеальная поверхность. Есть. Выставляем наш стакан. Проверим на стакане в нескольких плоскостях. Ровно, ровно, ровно. Подготовились. Навинчиваем винт на балансир. Черный. Навинчиваем плотно. Аккуратно размещаем на стакане. Вот в таком положении. Эта часть начала клониться. Она чуть-чуть тяжелее. Переставим на другую сторону. Ничего не поменялось. Разместим вот в таком положении. Стоит ровно. Под углом 45 градусов. Стоит ровно. Чуть-чуть часть перетягивает. Это устранить практически невозможно. И здесь чуть-чуть. Еле-еле эта часть. Переставим ее на эту сторону. Теперь эта часть чуть-чуть. Чуть развернем стакан. Еще раз проверим. Этот винт балансирован полностью. Возьмем другой. Этот винт не балансировался. Он нигде не чесан шкуркой. Белый, прозрачный. Плотно на вентиле. Идеально отбалансирован. Идеально отбалансирован. На эту сторону. Идеально отбалансирован. Для примера создадим винту дисбаланс. В качестве дисбалансира кусочек пластиковой карточки. 0.23 грамма. Этот дисбаланс закрепим здесь. Вот он. Я дисбалансировал винт. Все свои устройства в исходное. Закрепили. Смотрим, что получается на дисбалансе. Вот у меня дисбаланс. На какую сторону не поставим, будет дисбаланс. Что делаем? Берем шкурку и шкуркой вот эту часть. Начинаем убирать по чуть-чуть. Чуть-чуть сняли. Проверяем дисбаланс. Чуть-чуть сняли. Проверяем дисбаланс. Вот чуть-чуть сняли. Сымитируем это. Вот половину отрезаем. Еще раз проверяем дисбаланс. Все равно он есть. Видите? Вот дисбаланс. Продолжаем балансировать шкурочкой. Трем эту часть винта. Желательно трем не тонкие части и не края. А вот эту вот среднюю часть, там где максимальное утолщение. Снимаем равномерно. Продолжаем снимать. Вот мы сняли. Еще. проверяем. Все равно дисбаланс присутствует. Видите? Вот он. Насколько он сильен? Сейчас посмотрим. Вот мой кусочек. 0,06 грамма. Ну еще этот скотч добавим. Вот этот скотч, который на нем болтался. Вот он. 0,07 грамма. И вот эти вот 0,07 грамма на вашем винте дают вот этот вот дисбаланс. Вот на. 0,07 грамма. И еще раз смотрим. Проверяем. Вот наши 0,07 грамма. 0,07 потянули. Видите? Вот они. Стоит мне их удалить. Этот винт у меня идеально сбалансирован. Вот он у меня стоит. Дисбаланса нет. И таким образом, выбирая какая часть у вас уходит на балансире, вы наждачкой снимаете необходимое количество. По чуть-чуть. Каждый раз проверяем. Лучше потратить немножко больше времени на эту процедуру, но не снять лишнего. Потому что, если снимете лишнее здесь, естественно, у вас пойдет дисбаланс на эту сторону, и вам придется шкурить уже другую часть винта. Так можно дошкуриться, чтобы он будет толщиной с бумагой. И в конечном итоге у вас отвалится во время полета. Вот сбалансированный винт. Вот так вот. Нормальное состояние. Чуть-чуть он может перекашиваться, но это из-за различных возмущений. Это не из-за неровности стакана. Вот он у меня сбалансирован. Трудитесь. Вам удачных полетов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...